Учащиеся 5-х, 9-х и 11-х классов после долгого перерыва вернулись в школу. И для них, и для учителей сегодня настоящий праздник. Чтобы занятия не прерывались, во всех учебных заведениях приняты максимальные санитарные меры безопасности. Подробности в следующем материале. 11-классники готовились к первому школьному дню с лета, выпускной класс. Они думали, что этот последний год учебы в школе станет для них не только временем интенсивной подготовки к ЕНТ, но и трогательным и незабываемым. По желанию детей, родители отшили им специальные платья и классические школьные фартуки. Но надеть их пришлось не 1 сентября 2020 года, а 12 января 2021 года. Никто даже представить не мог, что события будут разворачиваться таким образом. Сегодня в школе не все ученики, но обстановка уже другая. Слышны детские голоса, топот по коридорам. И рады этому в первую очередь учителя. В школу как будто снова вернулась жизнь. С радостью мы своих детей встречаем. Наконец-то школа наша чувствуется, оживление, все такое. Учителя 70-80% уже в школе. Пятые классы у нас полностью вышли на штатное расписание. Девятые классы 7 класс комплекта у нас сейчас получился. И одиннадцатый классы 4 класса. Одиннадцатые классы 100% охвачены. И мы уже по кабинетам определили. Не больше 15 детей мы уже учебу начали. Милана Куанова говорит, что все очень хотели встретиться и с одноклассниками, и со своими учителями. У них было много времени, чтобы соскучиться и переосмыслить свое отношение к учебе. А еще они поняли, что все, что раньше казалось стабильным, за считанные дни может стать уязвимым и хрупким. Но сегодня, в свой первый день учебы, они надеются на то, что вернулись к прежней нормальной жизни. Я очень рада, что мы вернулись в школу, так как у нас идет сейчас очень сильная подготовка к ЕНТ. И на онлайн обучение всем было тяжело. Я очень рада, что мы вновь вернулись в школу. Мы видим учителей, мы понимаем больше. А на онлайн обучении, на онлайн платформе Блемленд было трудновато, но сейчас уже намного лучше. Когда мы были на онлайн обучении, нам учителя помогали. У нас сейчас идет очень сильная подготовка к ЕНТ. Думаю, за эти 4-5 месяцев мы подготовимся. По словам сотрудников отдела образования города Уральск, перед началом занятий в школах была произведена тщательная обработка. Все учреждения образования имеют запас дезинфицирующих средств растворов. В некоторых школах установлена дезинфекционная рампа, через которую проходят все входящие. Ношение масок обязательно, а дети сидят по одному за партой. Контакты между классами снижены до максимума. Три из 51 общеобразовательной и одной вечерней школ с контингентом до 300 учеников начали работать в штатном режиме. В остальных школах частично сохраняется онлайн обучение, частично оффлайн. В третьей четверти у нас, согласно постановлению санитарного врача от 8 января, выпускные 9 и 11 классы начали свою работу в комбинированном формате. То есть это 70% предметов ведутся в штатном режиме, а 30% в дистанционном. Если в данный момент у нас в 9 классах насчитывается около 3000 учащихся, и в 11 классах где-то 2000 учащихся, они практически 100% учатся в штатном режиме. Строгие санитарные меры будут сохраняться столько, сколько этого потребует время. Детей с плохим самочувствием допускать на занятия не будут до полного выздоровления. Сейчас, когда ученики постепенно начали возвращаться на обучение в школы, важно сохранить стабильность, чтобы учебный год завершился нормально для всех. Екатерина Шмидт и Абекса Гангалиев, Достану Разбаев, телеканал Акжаик.